О чужой работе хочу вас спросить. Я знаю, что вы, ну, все знают, что вы давали интервью Юрию Дудю, и оно там очень на высоком топе интервью, в тройке, по-моему, да, из интервью? Я занимаюсь среди всех интервью Юрия Дудя, четвертое место по количеству просмотров, 34 миллиона 300 тысяч. Вот даже с такой точностью. А я вчера посмотрел, вы знаете, я почему говорю, потому что вышло интервью с этими двумя ущербными людьми по фамилии Цыгановы, и я посмотрел, а сколько же у меня там? Но какие глубоко религиозные, сидят, крестятся, значит, Бога всу и поминают, ну, все как положено. Я не смог смотреть, мне вроде как по работе положено смотреть, но три с лишним часа я не смог. Я, во-первых, минут 6-7 посмотрел вначале, все, мне стало мутить, и я не смог это посмотреть. Дмитрий, вы смотрели? Да, я посмотрел интервью Юрия Дудя с Викой Цыгановой и ее мужем Вадимом Цыгановым. Я героически посмотрел. Вас стало мутить, меня тоже мутило, несколько раз вырвал, но досмотрел до конца. Так, я тогда короткую справку дам зрителям, то, что я почерпнул в интернете, и, Дмитрий, что вы думаете об этом материале? Юрий Дудя взял интервью у Вики Цыгановой, такая шансонье-певица, думаю, популярная была в 90-х. Вы наверняка ее помните, она там пела что-то про бот, русская бот. Она не была популярной, мы сейчас коснемся этого. Ну, вот в нише шансона тогда начинающегося, вот она там с кругом песни пела. Так вот, Дудь взял интервью у нее ее мужа-продюсера Вадима Цыганова 3,5 часа о сатанизме, мировом правительстве и покаянии. На Дудя, кстати, могут завести дело из-за этого интервью. В России там возбудились, перевозбудились по этому поводу. Значит, сама Цыганова выложила у себя в Телеграм-канале интервью с подписью. Люди, не смотрите это, это все сделала нейросеть, позже узнаете. Это правда не мы, нейросеть и технологии дипфейк, пишет Вика Цыганова, при этом выкладывает у себя интервью со словами не смотрите. Ну, значит, лучшей рекламы не сделаешь, чем дать что-то искать, не используй это, не смотри. Вот, но разнятся мнения фанатики, значит, СВО считают, что Цыганова врезала Дудю, значит, прямо по его либеральным демократическим зубам, по его ехидной западной ухмылке. Ну, а фанаты Дудя говорят, ну, смотрите, в очередной раз, очередные две Кучера сидели перед, может, не настолько тупые, как Аскар Кучера, но еще прикрывающиеся, значит, верой и богом. Дмитрий, что вы увидели в этом интервью? Василий, вы знаете, я бы не сказал, что Аскар Кучера тупой. Да, я сказал уже. Не-не, он, ну, на мой взгляд, он не туп. Он классический пример приспособленца. Человека, который будет служить кому угодно, лишь бы жопа была в тепле. Дмитрий, вы просто забыли его посеять, эти пассажи, про то, что жена рожала в Америке, потому что в Европу лететь было далеко. Но он же должен был как-то оправдываться, он же должен был как-то оправдываться для патриотов, почему жена рожала в Америке. Он же не сказал, что она там рожала, потому что дети получили бы американское гражданство. Да. Да, он сказал, потому что вот так, как он сказал. Или потому что в Америке роддома лучше, чем в России. Он же так не сказал. Поэтому он выкручивался, отчего становился еще противнее. Но это классический такой приспособленец, который, ну как говорил Колчак, вступая в очередной город, не трогать проституток, кучеров и артистов. Они служат всем режимом. Та же самая ситуация. Поэтому кучера это тип приспособленца, который служит Путину для того, чтобы у него было комфортно все в жизни. Эти два персонажа, это вообще интересный случай. Во-первых, я хочу сказать, конечно же, что Юрий Дудь прекрасно провел интервью. Он очень хорошо подготовился. Он очень хорошо оппонировал. Он очень хорош был в реакциях своих. Естественен, раскрепощен. Он был свободен. Я увидел свободного человека, который не сразу все понял для себя. Я так думаю. Но время сделало свое дело и желание понять и время. И сегодня он все понимает как надо. Мне так кажется. Потому что он разговаривал с этими двумя больными людьми очень искренне и очень с точки зрения понимания этой войны, понимания Путина, понимания России, очень красиво говорил. Поэтому Юрию Дудьу просто мое уважение. Он отличен был, прекрасен был в этом интервью. Что касается пары гнедых, запряженных Зарею, тоже типажи. Вика Цыганова. Да, типажи. Вика Цыганова, значит, вы сказали, что она была популярной певицей. Она никогда не была популярной певицей, отчего ее мало показывали по телевизору, даже в 90-е годы. Ее шатала и болтала. Она и в еврейском театре попела, и в русские песни ударялась. Ее шатала и болтала. Эта певица, не нашедшая своего амплуа, долго искавшая ее, колбасила конкретно. Ну вот в результате нашла на какой-то амплуа русской патриотической певицы, но и в нем не состоялась. И в этом ее главная трагедия, потому что широким массам она неизвестна. Расторгуев известен, Газманов известен, а она неизвестна. И это ее трагедия, ее от этого здорово плющит, потому что ее нет на российском телевидении даже. Ее не показывают ни в огоньках этих убогих, ни в «Песне года», нигде. Ее просто нет. Муж ее продюсер, продюсер он же муж. И вот тут два типа. Цыганова агрессивная, с наглецой, очень умственно ущербная. И муж ее не агрессивный, понимающий диалог, мягкий даже. Но, как и большинство россиян, ранены и убиты за шкварной идеологией русского мира, приправленной церковными этими баснями. Хорошо сказал «ранены и убиты». Да, это именно так. Значит, ну когда Юра Дудя уже плющила от них и колбасила конкретно, ну когда она начинала говорить про триединую святую Русь, я вам скажу, это настолько. Какие убогие люди, убогие, в данном случае еще и сирые, даже сначала сирые, потом убогие. Он им про логику, он им про историю, а они ему про триединую святую Русь. И что ты с них возьмешь, кроме анализов? Ну что с них взять? Два убогих человека. Только она агрессивная, такая хабалка, а он такой смиренный. Значит, это очень хорошее интервью, потому что мы еще раз увидели глубинное нутро глубинной России. Потому что эти двое выразители большинства. Они не слышат истины, они не слышат правды, они не хотят ее слышать. Они не слышат логики, они не слышат доводов, они не слышат совести, они не слышат каких-то исторических экскурсов. Нет. У них есть своя сермяжная, кондовая правда. Называется она «Триединая, сука, святая Русь». Вот это ты ему говори что угодно, вы на нас напали, вы нам не даете жить, вы убиваете, а он тебе будет говорить «Триединая, святая Русь». Ты ему говори, вы разрушаете наши дома, инфраструктуру, наши здания жилые, вы убиваете людей, вы расстреливаете семьи просто из танков, вы крадете, мародерите, насилуете, вы вообще незаконно находитесь на нашей территории, а он тебе будет говорить «Триединая, святая Русь». Браво Юрию Дудю, классическая программа. Мы еще раз посмотрели лицо современного русского тупого, оболваненного, агрессивного, наглого ватника, до которого не дойдет ровным счетом ничего. Те, до кого должно было дойти, до них уже дошло. Половина из них уехала, половина заперлась в свои внутренние берлоги и сидит там, не высовываясь, потому что высунуться опасно. А это серая масса, «Триединая, святая Русь», назовем ее так. И все, и хоть ты кол на голове тиши. Она, эта цыганова умалишенная, она мне вообще напомнила, знаете, в церквях бывают такие женщины, у которых не все хорошо в жизни, и которые, вот, они сидят тебе, молитвки читают, истово, 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 но если ты что-то вдруг не то скажешь или не так сделаешь, они тебя могут палкой огреть по спине. Вот это типичная история. Типичная история. Даже не хочется говорить про них стыды, позор им или еще что-то, но они такие, их могила исправит. Это лицо России сегодняшней. Их может исправить позор, поражение в войне, частично исправить. А так, с ними даже бороться бессмысленно, с этими цыгановыми, назовем их так, этих таких русских, таких как они. Это цыгановы. Больные своим мнимым величием. В общем, если в трех словах, триединая святая Русь. Это диагноз. И это не лечится. Я все-таки возвращаясь к этому интервью, у меня еще несколько уточняющих вопросов. Как может вот здесь соседствовать и уживаться в одной голове, а это ведь не только вот эта парочка, таких ведь людей много, которые здесь крестятся и говорят, что боженька, значит, и вот заповеди и не убей. И параллельно с этим благословляют на войну наши мальчики, возвращайтесь с победой. Я сейчас имею в виду россиян, которые отправляют на захватническую войну. Одно дело, мы понимаем, когда наши священнослужители благословляют на защиту нашей земли. Пришел агрессор убивать и насиловать. Но когда они говорят, да-да, идите, идите, убивайте, насилуйте, захватывайте чужие земли, говорят они своим солдатам, по сути. Как это может уживаться? Вот религия и параллельно с этим захватническая война. Сегодня у нас 29-е, 28 октября исполнилось бы, сколько же лет, боже, короче, был день рождения Романа Григорьевича Виктюка. Человека, выдающегося театрального режиссера, с которым я дружил много лет, который родился во Львове и которого мы похоронили во Львове. Роман Григорьевич о таких говорил двумя словами. Хвори-люды, лучше не скажешь, ну хвори-люды, хвора-нация, хвори-люды. Что сделаешь, они больные, но они реально больные. Если хотите посмотреть на больных, посмотрите интервью с супругами Цыгановыми. Я говорю еще раз, Юрий Дудь сделал блестящую работу, прекрасную работу. Это лицо современной России, триединой и святой. Спрошу про самого Дудя. Очень неоднозначное мнение в украинском сегменте социальных сетей, отношение к Юрию Дудю. Мол, да, вот он выехал, да, он против Путина, но вот порой имперские взгляды просачиваются в его интервью. И, значит, не такой, что не так с Дудем. Значит, есть ролики там разные. Дмитрий, на ваш взгляд, что не так с Дудем и все. Я не случайно сказал, что к такому интервью с Цыгановыми Юрий Дудь шел. У него была дорога, у него был путь. Человека, который не разобрался в себе, в ситуации для начала, в начале, и не разобрался в себе. У меня есть ощущение, что на сегодняшний день Юрий Дудь все хорошо понимает и говорит об этом смело. Что подтверждает интервью с Цыгановыми. Да, у меня есть ощущение, повторяю, что в самом начале войны Юрий Дудь не понимал действительно, что происходит. Вы знаете, вот недавно мы с Антоном Герасченко вспоминали. Антон Герасченко, кстати, один из людей, который сделал огромное дело и делает огромное дело для нашей победы. Настоящий патриот Украины. Который с первых минут войны, в отличие от многих других, и чиновников, и депутатов, и так далее, сразу стал работать на победу Украины. Я уж не говорю о том, что он очень креативный. Мы после войны, после победы уверен узнаем, что сделал для Украины Антон Герасченко. Не все можно говорить сейчас реально, но из того, что мы видим, это и его телеграм-канал прекрасный, правда, Герасченко, и его твиттер, самый большой в Украине, на который подписаны депутаты Конгресса американского и так далее. Он его ведет на английском языке, самый большой в Украине твиттер, Антона Герасченко. Так вот, когда началась война, я вот как только первые бомбы упали у нас тут за окнами, прошло минут 15. Я уже записал и опубликовал обращение к украинцам в связи с войной против России у себя на ютуб-каналах и в инстаграме. И буквально прошло минут 10-15, наверное, так по памяти, мне позвонил Антон. Он, видно, я знаю Антона хорошо, он делает 10 дел одновременно. Он вот так вот у него все, вот так вот быстро-быстро, он очень рабочий такой человек. Он кричал в трубку, кричал, это был крик. Поднимай всех, кто может говорить, поднимай там, Собчак, Дудя, пусть говорят, пусть выступают. И я записал еще одно обращение, много миллионов посмотрели, набрало оно это видео. Я записал обращение к российским матерям. Все это в ютубе есть, в инстаграме, где сказал, что будут горы трупов, что мы не отдадим свою страну. И я призвал Юрия Дудя и Ксению Собчак выступить публично с осуждением этой войны, этого варварского нападения. Собчак, Ксения Собчак не выступила, Юрий Дудя не выступил. А я уверен, что они видели это видео, потому что, я повторяю, оно набрало много миллионов просмотров. Я его записал прямо на улице Киева, в первый день войны, прямо на улице Киева, военного Киева. Я, насколько понимаю Юрия Дудя, вы знаете, он очень честный человек, мне кажется. Ой, чихнул. У нас прямой эфир, спасибо. А чихнул я на правду, видите, сказал Юрий Дудя, мне кажется, очень честный человек. И он на тот момент, значит, не понимал ситуацию так, чтобы мог выступить. Он все-таки жил в России, он тоже был отравлен этой пропагандой частично. Несмотря на то, что он этнический украинец. И его бабушки, дедушки, насколько я знаю, на момент, когда мы встречались с ним, я давал интервью Юрию, они жили в Украине. Но эта же отрава на людей производит впечатление, пропагандистская отрава российская. Поэтому я думаю, что у него не было тогда позиции, и он не мог выступить. Но сейчас, вот в интервью с Сыгановыми, этот человек, мне кажется, сформировавшийся антипутинской, антироссийской, государственной, антивоенной позиции, который полностью на стороне Украины. Это мое ощущение. Могу ошибаться, конечно, но ощущаю ситуацию так. Продолжение следует...